Монголия Сегодня в Монголии отмечают День памяти жертв политических репрессий. Съемочная группа нашего канала подготовила репортаж с церемонии, в которой приняли участие родственники репрессированных, а также руководство страны. Для того, чтобы почтить память тех, кто пострадал без вины, у монумента жертвам политических репрессий собралось немало народу, от простых граждан до руководства страны. Каждый год в этот день к мемориалу возлагают цветы и ставят поминальные лампадки. Напомним, впервые монгольское правительство официально попросило извинения у монгольского народа в 1996 году и пообещало выплатить компенсации пострадавшим. Однако пока этого дождались не все. Я не смогла получить никакой компенсации, тем более квартиры, хотя неоднократно подавала заявление. Прошло уже 10 лет после первого заявления, но никакого ответа до сих пор не получила. 85-летняя Бундун сегодня молится о светлой памяти своего отца Пунцакдоржа. Его арестовали в 1939 году, в самый пик политических репрессий. Мой папа уроженец Аймаку Урхангай, звали его Галагдорж. Его арестовали в 1939 году по так называемому делу Гандендемид. Его обвинили в том, что он якобы является японским шпионом. Я была единственным ребенком в семье, меня несколько раз удочеряли, поэтому каждый раз давали разное имя и устанавливали неправильный возраст. Даже одно время не знала имя моего родного отца. У бабушки Бундун 6 детей, 8 внуков и правнуков. В 40 лет она трудилась на благо Монголии. Ее отца реабилитировали постановлением Народного собрания в 1962 году. Монголия отмечает День памяти жертв репрессий уже 18 лет подряд. За это время 17 тысяч граждан получили компенсации на сумму более 16 миллиардов тубриков. Энтушинь, Бояр, Аист, Монголия. Монгольское правительство принимает меры по сохранению и увеличению древесного фонда страны. Подробнее о том, что именно делается в этом направлении, расскажем в нашем следующем сюжете. Граждане, которые создадут сад из зеленых насаждений, хозяйству по посадке и размножению саженцев, образуют зеленые зоны вдоль берегов рек, будут освобождены от уплаты НДС. Сюда также входят лесные хозяйства, охрана лесных хозяйств и разведение садов. Со стороны отраслевого министерства поддерживаются проекты по строительству деревянных домов по российским и канадским технологиям. Это будет способствовать развитию деревообрабатывающих предприятий, создаст дополнительные рабочие места, что послужит повышению доходов граждан. С увеличением импорта деревьев и материалов из дерева будет сохранен лесной резерв в Монголии и уменьшится в случае незаконной вырубки леса. У государства появится система поддержки граждан, занимающихся посадками саженцев. По приказу министра природы, окружающей среды и зеленого развития, до 1 июля 2014 года запрещается использовать территории заповедников Бокдоул, Горхи-Терелши и природного комплекса в Хувсголе в туристических целях. По официальным данным, за 2002-2012 годы для ведения туристической деятельности в заповедной зоне Бокдоул получили разрешение 469 граждан и из 193 гражданина получили разрешение на использование земли в дачных целях. Но на месте ситуация отключалась в корне. Граждане, которые брали разрешение на ведение туристической деятельности, построили на этих территориях дома, также развивался незаконный земельный бизнес. Вышло решение о временном прекращении выдачи разрешений на земельное пользование. Цель решения – это исследование резервной мощности территорий, выданных для использования в туристических и дачных целях. На основании этих исследований будет разработан план менеджмента по охране территорий заповедных зон. На этих территориях будут работать рабочие группы, которые разработают дальнейшие меры. Каждый год для железнодорожного полотна распиливали 25 тысяч кубометров древесины. Теперь использование дерева с этой целью запрещено. С 2014 года запрещается использовать деревянные основания для линии электропередачи. Это поможет сохранить 15 тысяч кубометров деревьев. В 2014 году Торослевое министерство планирует совместно с немецким обществом по партнерству провести работы по подсчету лесного фонда и определить объем лесного резерва. Халиуна, Раденбайсгалан, Аист, Монголия. На этом наш выпуск завершен. Благодарим за внимание. Прощаемся. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова